Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Сегодня у нас Леонора Харингтон, английская художница, скульптор, писательница, автор книг на английском, французском и испанских языках. Соделась в Лангшери, Северная Англия. В аристократической семье по материстской линии Ирланка воспитывалась ирландская няня. Часто ездила в Ирландии к бабушке. Училась живописи во Флоренции, занималась в художественной школе в Челси. В 1936 году поступила в Лондонскую академию живописи. В 1937 познакомилась с Максом Эрнстом. Бросила все, переехала с ним в Париж, вошла в круг сюрреалистов, участвовала в групповых выставках 1938 в Париже и Амстердаме. Я цитирую Википедию и некоторые сайты, на которых я нашел информацию. Художник-сюрреалист Макс Эрнст ворвался в жизнь Леоноры. Карингтон, как ураган, их внутренние миры звучали в одной тональности. Они говорили на одном языке, мистики и гротеска. Леоноре было 20, Максу 46. Ну, кому какое было до этого дело? Это была любовь с первого взгляда. Леонора бросила художественную академию и вместе с Эрнстом уехала в Париж. Самую гущу бурлящей жизней художественной столицы Европы. Пикассо, Дали, Менрей, Миро, Дюшан. Круглух друзей Эрнста. Она, слыва, женщина смелая и прямой, а главное умной. Достаточно вспомнить, что писатель Андре Бретон, основатель этого движения, сюрреализм, включил ее рассказ «Дебютанка» в свою антологию черного юмора 1939 год. Каррингтон единственная из женщин-писательниц, включенная в эту антологию. На деньги от родных картин Леонора купила дом в маленькой деревеньке, и они переехали туда с Эрнстом. После ареста в 1939 году Эрнста французскими властями как подданного страны противника пережила нервный срыв. Спасаясь от нацистской оккупации, переехала в Испанию. Там срыв повторился, была по настоянию отца помещена в психиатрическую клинику. Позднее описала ее в повести. Там внизу и каменные двери, так они называются. В 1941-м бежала из клиники. Согласно автобиографии, которая подтверждает большинство биографов, ее спасла из клиники няня, прибывшая на подводной лодке. Леонора перебралась в Португалию, оттуда в США, ну и потом в Мексику. За это время я написала много картин, рисунков, а также написала целый ряд книг, наполненных черным юмором. В 1946-м выходит замуж за Чики Вайса. Это венгерский фотограф, который, как и она, бежал от ужасов войны. Они прожили вместе без малого полувека до самой кончины. Вайса в 2007-м году. Двое сыновей, Габриэль, будущем поэт, и Пабло. Он пошел по стопам матери и стал художником-сюреалистом. Ну и еще вот некоторая информация. В 1947-м году в Нью-Йоркской галерее Пьера Матисса состоялась выставка работ художницы. В 1960-х несколько раз снялась в кино. Уступала художникам по костюмам в фильме мексиканского кинорежиссера Хуана Лопеса Мантесумы под названием «Дом сумасшедших». Карингтон питала страстный интерес к таинственному. Ее картины загадочны, полны метафор. Их содержание малопонятно, но вызывает у зрителя ощущение дискомфорта и беспокойства. Живопись, проза, драматургия Карингтон полны мотивами кельтской и центральноамериканской мифологии, гротескным юмором, интересом к чудесному, в обыденном, программном для сюрреализма. О художнице снять документальный фильм. На основе пьесы «День Агнца» написана опера австрийского композитора Ольги Ноеврид. В 2005 году Леонора Карингтон была удостоена национальной премии в области науки и искусства, присуждаемой правительством Мексики. Ну вот так немножко вкратце о английской художнице, скульпторе, писательнице, авторе книг на английском, французском и испанских языках Леоноре Карингтон. Все, всем пока, всем привет, до свидания, смотрим картины. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok